всем привет с вами константин и мы на канале мережка tv нашел я элеонору и она находится там где мы первый раз тут бодались шо мы не помню ногу искали или не ногу нет что-то другое а может но зорим пополам я ее отыскал потратил время конечно но сделал патронов потому что я так понял везде где мы будем искать эти конечности везде у нас будут хулиганы и вот это где находится оттуда мы вышли вон дверцы это здесь и теперь нам куда-нибудь кстати на зарядиться патронов не так чтоб прям вообще сколько хочешь ну кое-что есть еще выше да так вон туда показывает открыто ага Новый цикл сканирования. Модуль, конечность, рука, левая, обнаружен. Место нахождения, этаж, табло. Давай точнее, а? Фу! Это ужасно! Оно в черном за втёблом на лавочке! Это красный пареньер! Ладонс! А, я бы загасил. Блядь. Шо там топает? Шо мы, давайте запишемся сразу. Взнал бы, так и сюда сразу пошел. Сохранение данных. Ну да ладно. А полимера, сколько у нас? Оружие или способность? Я там кое-что себе прокачал. Рюкзак еще прокачал. Рафик злой. Подобные вещи комплектуются петельками. Блядь, не то. Рафик злой. Вон. Рафик злой. два черных ну в принципе нас это уже так не очень где кошель замок почему я не удивлен так 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 лет не туда идти сюда а сука Может, вот так даже. Их всех сдвинуть надо на одну, да? Да, ёбтва. Что это ещё у нас такое? Ну, я ж так понимаю, что по Шурику не получится, да, забрать. Вот это вот какая-то херобора, которая нам житья не даст. Ладно. Как спуститься? Блядь, такой звук напряжный. О-о-о, плющ. Уязвимости. Плющ. Оружие ближнего боя. Использовать. А где плющ? А где плющ? Всё. А то плющ. Всё, пошла жара, да? Блядь, пошла жара. Это изделие плющ. Оно крайне опасно. Я уже видел эту дрянь раньше. И оторванная рука, конечно же, находится именно у него. Но она просто не может лежать здесь. Вон, блядь, эта хуйня. Шо, ему похую? Ему вообще похую, блядь. Так, 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 блядь. Думайте. А вот этим говном, блядь, если его закидать. Что-то, блядь, было сказано сканировать его. Сканировать, иной. Блин, с ним кое. Я вообще его не вижу, блядь. Где-то рядом. Страшный ты, пиздец. Хуйня какая-то, блядь. Что, пиздец, я умер, блядь. Ну, может, так вот. Вот, блядь. Вот, блядь. Короче, не знаю, сейчас получится или не получится. Я уже два дня хуячусь, блядь, с этим плющом. Ну, это пиздец. Я поломал все свое оружие. Поломал ПМ, поломал, блядь, бластер. Чтоб создать калаш, я так понимаю, что плющ, он же деревянный. Полимер у нас должен гореть. Просто от пули он не загорается. Вот я взгорем пополам с помощью тыка создал этот калаш. Он повесил баклажку. Ну, короче, будем палить. Я надеюсь, что. Я надеюсь. Сука, что мы победим. Вон, блядь, баклажечка. Это еще что за дрянь Коба. Осторожно. Это изделие плющ. Оно крайне опасно. Я уже видел эту дрянь раньше. И оторванную руку... Я уже мороз свой убрал. Вот, сейчас мы засыпем, блядь. О, горит, горит, блядь. Да пошел ты нахуй. Да ну, блядь, другое дело. Главное не попасться ему, сука. Я такой... Такого урона у меня еще, ну, не было. Именно у него. У меня тут, блядь... У меня он как, сука, как ребенка, блядь. Компания. Ёб твою мать, блядь, уже 1 четвертую въебали. Вот, блядь, мерзкая хуйня. Да, кусочек остался маленький. А, у меня это закончилось, баклажечка, поэтому я ни хера не могу его запобить. ЕБААААААА! Фух. Фух. Это ж просто Пиздец Два дня Два дня жизни Сучка Фух Вот это бухал бы Наверное пошел бы сейчас подбухнул Ну а че нет Ну шо я не хочу калаш свой Теперь ломать Вон дверцы какие-то Открылись Да это ты шо Это моща Фух Чтоб вы понимали Я уже даже знаю Вот я нашел у себя Это вот я затарился Но это не мое Это Он только что мне дал Наверное Я затарился Я выгреб все патроны Блять Я все Вот это оружие У меня даже топора нет Не знаю Пойду сейчас Может какой создам топор Но ресурса Походу у меня Ни хера нет Я вообще не знаю Нужен мне топор Или не нужен Авторизация Майор Петер Блять Да давай Да я топор А достаточно Могу опять Лису создать На всякий случай Да Хер его знает Создать Не создать Или уже прокачать Мне калаш Вот у меня все оружие У меня ж не было Сыкает Ну если прокачаем Не Баклажек каких-то Не хватает Приклад Можем прокачать Тоже Баклажек Не хватает Кассетник Да Кассетник Вещь Не хватает Тех же самых Баклажек Одной Да Наверное Создам Сейчас Топор А могу Пестик Опять Создать Пестик Создам Он все Таки Хорош На него Патроны Не Нужны Я же говорю Что поломал Все Сейчас Только прокачаем Чуть Чуть Выберите Желаемое Действие Улучшение Так 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 Ну Есть Чем Качать Усиливает Урон Усиливает Увеличение Все Увеличение Импульс Оголушает Врагов Ну пусть Пусть Они Глухие Ходят Увеличивает Дальность Увеличивает Время Оголушения А мне Вообще Чтоб Наглухо Можно Не Наглухо Нельзя Так Фух Правда Столько Адреналина Я говорю Два Дня И это На Новый Год Мне Подарок Вот Это Вот Я На Новый Год Сидел Я Смотрел Да Вот Это Что За Херня Наверху Там Ага Так И Здесь Она Есть Там Еще Что То Светится От Это Сейчас Я Подымусь Не Ну Калаш Конечно Да Ну Хули Это Калаш А О Располагайтесь Хотите Я расскажу Вам О китах Нет Не Хотим Нет Мы Нет Я Пожалуй Пойду Не Хотим Мы О китах Нам Либо Сюда Либо Туда Да Ну Я Здесь Выйду Я Так Не Ходил Оттуда Мы Пришли Вы Проникли Внутрь ВДНХ Товарищ Майор Государственная Комиссия На Подлете Я Внутри Ищу Способ Запустить Режим Учения Выполнение Задания Сложнено Обилием Противников Еще Вопросы Ищите Способ Истхея Не Подведите Академика Сеченова Во второй Раз Теперь У нас О Даже Не знаю Чем Их Уебать Почему Никто Не Работает Выходим По одному Внутрь Академика Ха-ха-ха! А что там? А! Ой, так Кузя поет! Там еще два, да? А все, дверь нет. Вот, а вот, надо. Все. Да, но у нас тут теперь, блядь. Все мы тут забрали. Да, с калашом классно этого. С калаша, вернее. Который с зонтиком был. В ногу ему уродцов. Ого! А он такой падает и думает. За что? Ого! Ну, он же ебнутый. Там тетка, блядь, будет говорить. Ладно, пошли. Может, она... Щелк, хруст, треск, ключица, боль. Экскурсант. Ты один из экскурсантов? Хруст, излом, изгиб, поломка, щелк, позвонок. Ясно. Скажу экскурсоводу, что нашел одного из ребят. Этот студент, похоже, из медицинского. А, точно. Мы же там должны были... Не должны были. Как-то я не встретил экскурсовода. И еще где-то у нас тут студенты ходят. Так, сюда зашли и две двери. Интересно будет, интересно. Ну, ладно, пошли вправо. Крым наш. То есть, после того, как идея с бета-коннекторами умерла, были сделаны нейроконнекторы с особым доступом? К сожалению, да, товарищ майор. Борьба за власть в Кремле не утихает никогда. Партийная верхушка потребовалась для себя власти и в коллективе. Ну, все-таки это наше правительство. Мы же СССР. Мы, да. Но коллектив задумывался всеобщим для всех людей планеты. А на планете существует не только СССР. Капиталистов и империалистов нельзя пускать в коллектив. Почему? Ведь коллектив задумывался, как всепланетное объединение, равное друг другу людей. В едином коллективе за людей все будут делать роботы, доступные каждому. В конечном итоге возможности всех людей сравняются. Капиталистам такая перспектива не понравится. К сожалению, такая перспектива не понравится любой правящей рубушке. Поэтому, чтобы не попасть в кровавые кремлевские жернова, Академику Сеченову пришлось ввести в коллективе алгоритмы особых полномочий. Левая рука. Давай восстанавливайся. Как ты там это делаешь? Блядь, еще голову найти. Наверх. Что ж теперь нас там ждет? А что-то ж еще, наверное, страшнее, чем этот ключ. Наверное, придется опять стволы переделывать. Или не придется? Ну, хорошо, девочки и мальчики. Я даже не знаю, насколько это длинная серия. Но она, как бы, у меня состоит из двух частей. Которую первую часть я начал еще позавчера. Сейчас запишусь где-то. На этом, наверное, мы закончим. Сканирую помещение выставки. Головной модуль по оружию. Определяю координаты и состояние. Голова находится на этаже Челомей. Структурная целостность нарушена. Зафиксировано воздействие давления. Давление? О, бедняга! Как же на нее давит! Какое ощущение, что ей огромное здание опустили на голову! Ёптваа! Твою капельку! Черт, темень какая! Не к добру! А где у нас записаться? А что тут красное? Вот это надо, блядь! Блядь, сколько тут! Ёптваа! Вот это херни у нас сначала, а потом разберемся с летающим. Просто бегаем и гасим. Все. 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 да пестиком бы сейчас их поубивал а я может вот этим смогу или я его не создал калаш а я его не создал, а не создал нормально он у меня просто на месте топору а и 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо погуляли. А нам просто надо было пройти туда, да? Блядь, опять он застрял. Просто надо было пройти. я не знаю я наверное проще то что я прощался с вами вырежу потому что глянув на материал записанные у меня там была куча часов записаны ну и подумал что я смогу создать серию но по вырезал все свои фиаско с плющом у меня осталось 25 минут вот я доигрываю да бля и поэтому а может и не вырежу чтоб было интересней зазевался на сука в меня попала шайба это патроны для поэма спецом да потому что поэма у меня нету теперь патроны для поэма а на калаш нету нихера хотя там хватает конечно патрона но это ж пока хватает надо было что-то выложить а может и не надо патроны для поэма сюда в дырку сейчас там еще какая-то херобой быть где этот долбанный вход которого на и башке под землей что здесь у нас цапля у меня стужишь нету я того стужи рафика гасил а вон у нас еще ромашка 1 но мы сюда так под думаю попадем или не попадем ладно все там отдать ныряем а тут у нас подземелья бывает что-то ну конечно бывает а я ни одно по зиме подземелья не просвечивал так сука не попадешь блять не паду сразу рома ромашку охренеть и где тут голову искать цаплю потом и где вход ни хера себе поможет эти самые нормально скалаша твари на а он блять шо ухты блять ухты блять блять а не видно да блять цаплю в рафик она а шо цапля зависла сейчас говнищем закидаю есть контакт шо это такое ладно давайте пособираем ну нормально отстрелялись так весело что-то кричал а вон еще с них ничего не сыпется что тебе нужно Да ничего мне уже не нужно. Ты из экскурсии? Разве есть? А, бля. Нет, возможно. Да, точно. Но это уже не имеет значения. Мне неприятно. Это мутное, желеподобное состояние сознания. И я не хочу продлевать эту ментальную агонию бесполезной коммуникации. Ментальная агония бесполезной коммуникации. Храсс, откуда этот товарищ знает, что мы с тобой общаемся? Какой искрометный юмор, товарищ майор. Я нахожусь в той миловкой ситуации, словно произойдет в лучшем ожидании перед расставанием или долгой дорогой, когда никто ехать не хочет, но нужно. Или приходится. Мрачная у тебя философия. И добавить нечего. Да. Все собрали. На кнопку потом нажмем. Если надо. Но если не надо, то и... То и не надо. Сейчас. Все? Не все. А, это у нас за дверями. Так, как у нас в действии поворот? Давай в эту сторону. Так что там с настоящими бета-коннекторами было не так? Так как коллектив изначально планировался без каких-либо особых полномочий, то все в нем должны были быть равны. Это мы уже обсуждали. Зачем тогда вообще понадобились бета-коннекторы? Чтобы уберечь коллектив от непредвиденных угроз со стороны тех, кто может пожелать починить его себе. И как бета-коннекторы могли спасти положение? Бета-коннекторы не давали своим носителям никаких особенных полномочий. Но они представляли возможность присутствовать в коллективе, не являясь его частью. То есть полная автономность при сохранении доступа в общую информационную сеть. Ну и зачем? Это же как то, что у нас есть сейчас. Вы смотрите на ситуацию с позиции людей. А с позиции кого мне еще? А, черт. Шеф хотел надеть кольца на роботов, чтобы они не подчинялись никому. Ведь в коллективе люди будут властвовать над машиной. Совершенно верно. Первоначально академик Сичин планировал поручить охрану альфа-коннектора своим близняшкам. Они преданы ему лично. Находясь в коллективе, он мог управлять ими из любой точки земного шара. При этом никто другой не просто не смог поддавать им команды, но даже не знал бы, где именно они находятся и что они вообще существуют. Постой, Храс. Но, может, я чего-то не понимаю? Можно ведь запустить коллектив равным для всех, а потом просто уничтожить этот самый альфа-коннектор. Можно. Вот только у меня встречный вопрос. Кто же решится на такое? Не понял. Хорошо. А дверь? А, это, наверное, та дверь, в которую мы заглядывали, да? Точно. Ну, может, пригодится, чтобы она была открыта. Ладно, поехали. Лифтом спустимся. Или поднимемся. Не суть. Запустите нейросеть. Ну, и где здесь самый верх? БОЕВЫЕ РОБОТЫ БОЕВЫЕ РОБОТЫ Достреливает. Нихера себе. Один еще где-то летает. Жужжит. Там внизу ящик. Вот он. А, мы же ходим по воде. Юрка, мы не ходим по воде. Шо у нас здоровье? Не становится меньше нам по херу? А где эти? Все, глубже он не ныряет. Так, ладно, откуда мы пришли? Я хочу не потеряться. Отсюда. Отсюда мы пришли. Полимер. Наверх. Там ничего. Ну, в принципе, там ничего нету. Нахер нам туда идти, да? Вон, врах. И не один. Ладно, обошли в полимер. Шо это? Куда он нас приведет? Ладно, обошли в полимер. Есть, наверное, в полимерах. Специализм. Есть для него лучшего. А то разбираемся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Уау! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сейчас опять будет наверное какая-то жопа Потому что если мы Когда как страшно с плющом с плющом я торможу несколько потому что у меня все серьезно это мы еще что-то сможем сделать патроны для поэма нахуй мне нужны эти патроны для поэма у меня и поэма то нет уже а ведь был давайте калаш возьмем может дальше надо будет гасить а это другое болото да или мы с него вышли а Питание подается здесь Вы уверены? Я бесконечно глуп и погиб из-за своей глупости Если меня будут хоротить, пусть напишут это на надгробии Что произошло? Я пытался бежать, но я не понимаю Не умею я эти штуки на полу поворачивать А мог бы открыть проход, реле безопасности Вроде мне сложно, но я растерялся, склупил А потом бац, и уже везде кровь, и больно, и все Да там по цвету подкручивать надо и... Ладно, так бывает, это не твоя вина Я передам экскурсоводу, что ты здесь еще Опа... Походи сюда... Субтитры сделал DimaTorzok Все, теперь вниз Вернуться в зал Так о чем мы ж, блядь, не нашли ни хера Но можно этих чертей, блядь, погасить Ни хера себе Блядь, какие-то гранаты висят Ладно, вернуться в зал Таким способом, как мы пришли Либо идти вокруг Нахера не могу понять Нахера мы эту дверь открывали, блядь Вот нахера нам нужна эта дверь Блядь Или надо как-то вокруг вернуться в зал Пришла А, блядь, еще патрон не закончил Так-так Ого, блядь Где это, блядь? Субтитры сделал DimaTorzok Не везде эффективен коллаз Ну вот так вот нормально Я старалась Халоимитатор Забрали А чё этот светится у нас Как это светится Что это всё Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИ 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 от зависти лопнут. Санкции опять уведут? Да еще партию роботов закажут. Странная ненародка капиталиста. Так. Все это хорошо, только какого хера мне идти? Храсс, ты считаешь, что Филатова пошла заодно с Петровым не только из-за любви? Почему ты так в этом уверен? Позволю себе заметить, что Лариса Филатова доктор наук и талантливый ученый, зарекомендовавший себе самую серьезную сторону. Она самостоятельно вела проект, с которым справится большинство известных деятелей науки. И что с того? Она далеко не глупа и не станет действовать по чьей-либо указке, не имея на то собственные согласные позиции и серьезных узнаваний, кто бы это ни был. Хочешь сказать, что против шефа ополчились хорошие люди, а он от них избавляется? Может, и Петров на самом деле душка? Жюри, которым Родина дала все, для предательства должны быть некие очень веские основания. Но путь, выбранный Петровым, это отвратительный кровавый кошмар. За это ему нет и не может быть прощения. Трусливый пособник капитализма, матью. Совершенно с вами согласен. Выберите желаемое действие. Как долго это все. Как долго это все. Ну что там? Создаем топор. Тот, который был у нас получше. Вот у нас еще какие-то появились интересные. Доминатор, крепыш. Этот патронами хуяч. Гранатомет, я так понимаю. Рельсотрон. Нет, давайте улучшим то, что у нас есть. Калаш, к примеру. Ствол. Что? Увеличивается скорострельность. Я с ним. Пусть будет приклад. Увеличивается урон. Нахер мне-то скорострельность нужна была. Ладно, давай кассету. Понятно. Улучшили. Хорошо. Давай. Получается только создавать, да? Ладно, ну над этим я подумаю. Сохранение данных. Ну, а мне, блядь, ну мне вниз, сука, показывают. Ну, падла. Спускаться, да? Да. Я надеюсь. Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует... 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 Да, только посмотреть бы, блядь, я ж не вижу ни хера. По памяти, блядь, чё он там застрял, вот сюда надо, но, блядь, есть одно но, так а ну, переместить, а, поворот, плохо было. Блядь, блядь, бестолковым. Майор, вы вообще понимаете, что делаете? Та иди ты нахер. Тут помимо майора ещё есть люди. Сейчас я переверну её, блядь, чтоб я как бы перед собой. Тут осталась херня. Тише, тише, тише. Тише, тише. Подожди, подожди. Блядь, сильно далеко, блядь. Тише, тише. Таёт. Поторопился. Неужели это так сложно? Да и бучей-то ты пироги Не понял, а что у меня не поворачивается ствол? А вот поворачивается Подобные цветам Осмраду на лугу полшистом зной век Я пойду запишу Ну и он нахер Побежали Так, башку я нашел Надо идти дальше Храсс, как думаешь, сколько у нас времени? Не могу сказать точно, но уверен, что немного Ну наконец-то, все запчасти собраны Так, я запишусь снова Потому что Я там пару раз переигрывал И как бы я Не записывался Мне надо было аж издалека Хер знает откуда А шо это за хуйня И, блядь, и шо, мне по облакам прыгать? Ну, походу, да А туда он запрыгивает А нахера нам туда, когда мы можем сюда? Красс То есть, после того, как Дмитрий Сергеевич создал новый гамма-коннектор Он уничтожил старую бету? Формально было именно так Но на самом деле Была уничтожена только технология производства бета-коннектора Экспериментальную пару колец Просто вычеркнули всех документов И объявили утилизированные И где они сейчас? Вы же видите, что творится в окон? Никто точно не понимает, что и где тут происходит Возможно, кольца так и лежат на каком-нибудь лабораторном стенде Блядь, бежи Если его не разгромить, и взбесившийся робот Сейчас он ему в ногу Ах ты ж падла Вася Ну пояс себе Кто-то, блядь Покажи нас Так, бляха-муха Сколько их там? Вот так вот Еще такая музыка напряжная Еще такая музыка напряжная Вася, блядь Да, походу вот это вот два ствола, которые А, я этих уже, да, пособирал Ну, может, еще какой-то там будет Ну, пока я справляюсь с этими И, походу, они самые такие продуктивные Надоело мне бегать, блядь Прыгать Так, устанавливаю гол Двойка Двойка Семерка Девять Девять Один Ноль Ноль Все части робота установлены Что дальше? Рецедура саморемонта завершена Я готова к работе Дорогой товарищ Позвольте нам образовать пусковую пару Первая часть пускового кода сгенерирована Вопрашиваю подтверждение идентичности Первая часть пускового кода сгенерирована Идентичность кода подтверждалась Произведена смена режима комплекса Новый режим Выявили их учение Кажется, успели Спасибо, девушки Спасибо вам, дорогой товарищ Товарищ Молотов Я прошу Здесь небезопасно То есть все-таки небезопасно А говорили, что все в порядке Имела место небольшая нештатная ситуация Но майор Нечаев Прошу прощения Агент Петри уже совсем справился Чем именно он справился? Вот все коридоры залиты кровью Это не кровь Это краска Товарищ Сеченов Вы затеяли опасную игру Здравствуйте, товарищ Молотов Я вас не понимаю Прекрасно понимаете, товарищ Сеченов Ваш локальный технический сбой оказался глобальным Роботы в боевом режиме Массовые человеческие жертвы Мне продолжать? Да, пожалуйста И прежде всего я хочу знать Откуда у вас такая информация? От Виктора Васильевича Петрова Вашего инженера Выдающегося робототехника И заслуженного гражданина СССР В прошлом А теперь он заключенный номер 2303-85 Этапированный на принудительные работы в комплекс Вавилов По вашему приказу Вы нарушаете законы СССР В должности министра промышленности Вы знаете, чем это грозит Постановление генерального прокурора Предстоящий запуск глобальной нейросети коллектив Отменяется А вас ждет полномасштабное служебное расследование Теперь вам все ясно, товарищ Сеченов Товарищ Молотов Могу я просить вас О личном разговоре наедине? Вы думаете, что-нибудь изменит? Хорошо Я жду вас здесь Через 15 минут Встретьте меня на посадочной площадке Серь, секунду Прошу прощения Идите, идите А вы, майор, что, не побежите встречать своего хозяина? Он как что каузен торопится Что-то не так, майор? Майор, я задал вам вопрос Запритесь здесь Что происходит? Запритесь здесь, я сказал Интересно Ну хорошо Девочки и мальчики Мы, наверное, на этом закончим Потому что что-то у меня Она теперь затянула с серии Всем спасибо Спасибо за просмотры Спасибо за подписочку И пока Субтитры сделал DimaTorzok